Величный состав. История подразделений частей русской армии. Экипаж сторожевого корабля «Туман». 10 августа 1941 года три фашистских боевых корабля вели разведку в Польском заливе. Генрих Гейнце, старший матрос-спеснинца Фриды Экальт, записал в своем дневнике. Рано утром обнаружили непонятную русскую посудину. Думали, рыболовный траулер. Подошли поближе, и эта корыта открыла потом огонь. Оказалось, это замаскированный сторожевик. Рыболовный траулер «Лебетта» был построен в 1931 году в городе Данцик. Числился в составе Мурманского торгового взлота. В начале Великой Отечественной войны прошел модернизацию. Под новым именем «Туман» корабль был переведен в класс боевых сторожевиков. Основное вооружение – носовая и кормовая 45-мм пушки. Два пулемета, а также приспособления для сбрасывания глубинных бомб и аппаратура для создания дымовых завес. Экипаж судна 52 человека. Командир – старший лейтенант Лев Александрович Шестаков. В ночь на 10 августа 1941 года сторожевик «Туман» патрулировал акваторию Кольского залива, где обнаружил три фашистских эсминца – Канц Лози, Фридрих Экальт и Рихард Байцин. Экипаж советского корабля доложил на противники на базу, и чтобы на время задержать неприятеля, вступил с ним в неравный бой. В ходе ночного сражения на тумане был перебит штуртроз рулевого управления. Уничтожена дымовая труба, капитанский мостик и радиоантенна. Сторожевик потерял вод и превратился в неподвижную мишель. Командир, старший лейтенант Шестаков, погиб. Но личный состав продолжал вести охот по неприятелю. Когда снарядом был сбит флаг военно-морского флота, его снова закрепили на мачте. Вскоре на помощь героям пришли наши боевые корабли. Противник отступил. Но сторожевик туман уже нельзя было спасти. В 5 часов 50 утра он затонул. Экипаж судна боевое задание выполнил. Обнарушил и на несколько часов задержал врага. Из 52 членов экипажа тумана живых осталось 37. Все они были награждены орденами и медалями. И сегодня, когда боевые корабли военно-морского флота проходят мимо места гибели сторожевика туман в Польском заливе, они всегда спускают флаги и отдают почести морякам, героям Северного флота. А совсем недавно одному из новейших сторожевиков ВМФ России было присвоено почетное имя Туман. История в звуке. Радио Звезда. Радио Звезда. Радио Звезда. Радио Звезда. Радио Звезда.